Семкачка, привет! И меня интересует, есть ли эффект переноса силовых показателей с гравитационной гимнастики на обыкновенную силу? И поехали! Особо меня интересует жим лёжа. Будет или не будет? Начинаю с живота. Животик надо бы подобрать. Вроде бы сила в гравитационной гимнастике выросла ощутимо. А насколько это всё скажется вот в этом, в обыкновенном каче? И вот такой интересный и важный вопрос, это как себя мотивировать на занятия после перерыва? Тем более, ты там поднимал определённые веса, то есть вышел на пик какой-то формы, потом что-то там возникло, ты то ли отдыхал, то ли ещё что-то там такое делал. Ну короче, прервался. И вроде бы приходить, поднимать, думаешь опять те же веса, а сила-то уже ушла. И как бы не хочется, вот ты там лёжа аж 100 жал, а сейчас придёшь там, в 60 надо там начинать. Оказывается, весь секрет в том, что просто прийти, просто прийти и поднимать столько на первых парах, сколько ты можешь, в 40 килограмм, в 40 килограмм, хоть до этого ты там допустим, хоть 240 поднимал. Главное, начать заниматься и дальше всё начнёт потихоньку восстанавливаться. А если это не сделать, то, что могу, вот тогда я начну заниматься регулярно, потом выберу время, нет, не получится. Думал начать с тяги, потом что-то взялся и потянул на живот. Ну ладно, тягу вторым упражнением сделаем. Тягу разомнём, разомнём спинку. Аккорд. 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 Опа! Аккорд. Опа! То есть нагрошка разная. И в том числе нагрузка на мышцы позволяет формировать фигуру, потому что в зависимости от того, как мышцы развиты, такая фигура, ну в целом, хотя бы не давать им стать дряблыми, не мошенными. Таким образом в революционной гимнастике прорабатывается совершенно иное, связки, костная ткань в какой-то мере. Но основное это работа с энергетикой, потому что с такими весами ни связки, ни костная ткань не выдержит. А вот если есть энергетика, то все это нормально выдерживается. А здесь прорабатывается уже мышечная ткань. То, что вызывает движение. Движение это жизнь. Конечно, я бы вот это упражнение делал бы с весом. В два, а то в три раза больше. Но оказывается, оказывается, для здоровья, для здоровья, так как вот такое упражнение в жизни не делается, и этого вполне достаточно для того, чтобы поддержать. Мышцы в рабочем состоянии на довольно-таки приличном уровне. Дальше ножки. Многие пренебрегают работой на ноги. А зря это имеет очень большой смысл. И даже не в смысле развития мышц ног. Просто нам говорят, тут мышцы и так далее. И все. А оказывается, не все. Тут происходит выработка определенных веществ в тех же мышцах. То есть, чем больше мы узнаем свой собственный организм, тем больше поражаемся. Насколько мало мы его знаем. Насколько интересно он устроен. И только одна функция, допустим, в тех же мышцах, только движения. То есть, может быть, основная функция – это движение в мышцах. А помимо основной функции, там еще куча дополнительных и нужных организмам. А помимо основной функции, там еще куча дополнительных веществ, там еще куча дополнительных веществ. Хорошо. Железо у меня теперь навалом. То есть, я использовал только вот эти блинчики. И их как-то было маловато вроде бы. А теперь полно-полно. Я в своей практике бодибилдинга, силового тренинга, тяжелой атлетики, убедился в том, что вот для того, чтобы сила росла, ну это и масса, это вот хорошие повторения. Лично для меня, может, для кого-то там пойму, ну, где-то вот раз по 15. Если на ноги. У-у-у-у, тогда они растут. Сейчас я делаю по 25, что тут. Пустит кровь, хорошенько связочки прогрелись, сухожилия проработались и погнали. Так. 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 Хорошо. Вес я увеличил на 5 кг, то есть я делал 20, сейчас 25. Проделана отличная работа. Отличная работа. Кинстантин. Если гирьку сюда не ложить, все это сюда перевесит и завалится. Демонстрирую. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сделана доска, чтобы тут можно было и сидя сжать Все привязано к этому тренажеру Вот это сюда вставляется Так, что нам надо сделать? Разомнем мы пивнир, если пивнир, если разомнем мы... Пивнир Под старость сыроги начали хватать Тут лежишь, тут слегка так нарывиться, позбираться То еще где-нибудь так Немножко пивни налились И хватит И пошло Субтитры делал DimaTorzok Разминаем месту Когда вот здесь мышца развита Она вот так вот идет И коленка кажется сюда, в сторону сдвинут Было дело когда-то Двенадцать с половиной Уже выносливости не хватает Вроде еще и сила есть А выносливости Не хватает Не хватает После тяги, которую я поделал Вот эти мышцы Вроде бы Небольшой был перерыв Однако Сразу же не почувствовали Стапицевидное Крайне неприятно Когда вот здесь вот Мышцы шеи Типа застудились Или спазмировались Болят Особенно если еще Начинают Несколько дней болеть А то и недель Ложишься спать Вот она там Так тебе неудобно Сяк неудобно Вот этот спазм Как убрать Тяга То есть спазм Мышцы Слегка напряжены Так вроде бы нормально Не чувствуешь А допустим Ложишься спать А чувствуешь Что там она не расслаблена И начинает болеть Отвлекать тебя Не дает Возможность заснуть И как его расслабить Вот там Массаж Там еще что-то такое Применяет мощное упражнение Вот это вот Человек где-то работает Супер-дупер весом Колоссальное идет напряжение Которое снимает Этот спазм То есть все напрягается И потом расслабляется И кстати Что касается Поясницы Боли поясницы Ну и все там Ерунды Грыж Непонятные боли Спазмов Зажатости И так далее Вот я Только что Четыреста тяну На два раза Тяга И там И там сколько По-моему Триста пятьдесят Что она На Плечах То есть Колоссальная нагрузка И я же думаю Вот на позвоночник Там на поясницу Вот По всей логике Вещей Должно там Компрессионное воздействие Быть Травмироваться Или еще что-нибудь Такое Быть Оказывается Вот эти два упражнения Особо действуют на спину Возрождающие Вот я Покидал снег В таком положении Возник спазм Как разболелось Ни то ничего Я Следующие тренировки Гравитационные Так сказать Думаю Поберегусь Не буду эти два упражнения делать А понял Зря Сделал Первые три Ну так Спина так Значительно Лучше стала Но все равно Там Все это чувствовалось Не так как хотелось А вот на следующий Вот это я сделал Юною Не узнать спину Будто опять там Ничего там такого нет Надо же Как она возрождает Парадокс Ну вот сейчас кстати И посмотрим Есть ли перенос Потому что Когда у нас 23-я Сегодня у нас 26-я Я значит 200 додавил 200 я давненько Не додавливал Очень давно Да и 180 На три раза Вот и посмотрим Есть ли какой-либо Перенос На жемлёжа То есть То есть Тот Гравитационный Дужин На Нормальный Жемлёжа Размоняемся По крайней мере Значительно Полегчало Легко Легко Но хотелось бы Еще легче Просто из-за того Что долго лежал Как-то непривычно А вот теперь Как раз поставили 80 И тогда Когда я их Выжил на 10 раз Я тогда подходил Подходил И 160 По-моему Раза на 3 Или на 4 Забабахал Сейчас я уже До этого Делал 180 на 3 Ну посмотрим Вот какой Перенос Есть Если я Раза на 4 Выжму Это уже будет Хорошо Потому что я Особо не жму Момент истины Посмотрим 4 раза Очень хорошо 2-3 Ну По крайней мере Отката Дальше нет Запетерил Однако Кое-что В этом есть Ножку свело Левую Поэтому Я Вытянул Если бы не свело Можно было бы еще разок Попробовать В смысле На 6 Пойти Еще один Подходик И На 70 Довонем Раз на 8 70 Живот И На обед Такая программа Какая программа Да, стабильность это уже признак мастерства. Что интересно отметить, это то, что когда организм человека наполнен энергией, качки, силовые атлеты, которые в этом деле, особенно там тягунные, жимуны, знают. Когда организм свеж наполнен энергией, вот даже тяжело она, штанга идет, ты ее все равно давишь. Тяжело, но ты давишь, тяжело, но ты давишь. А когда вот энергии нету, свежести нету, вроде пару раз легко, а потом чуть тяжело и пффф. То есть организм отказывается дальше напрягаться, появлять волевые усилия в виде напряжения. А когда есть энергия, давишь. Ну что, 70 кг, раз на 8. Сейчас еще пару кружков сделаю. Это будет достойным завершением этой тренировки и я рад, что перенос какой-то есть. Какой-то есть. То есть тут немножечко побольше, чтобы, как бы сказать, штангу чувствовать лучше. Потому что все забывается. Сейчас я постараюсь жим лёжа сделать так, чтобы не ломалось движение. То есть я вот ее взял, навил и посадил вот так. То есть вот, вот, идет вот так. А не вот так вот, не вот так вот. А вот так вот, чтобы она и шла. Ну что, будь смелее, Карабат. Пора. От слун переходить к делу. Хорошо. Хотя ты чувствуешь, что давишь как пресс. Хоть медленно, но зато давишь. Субтитры сделал DimaTorzok Как загадал, так и сделал Не будем горячиться Не будем фанатеть А будем регулярно По маленькой потеть Дедушка Да Мы скоро кушать будем, видишь? Да, сейчас я пару подходов сделаю Иди на камеру что-нибудь скажи Привет, дорогие зрители Подрастает будущий качок Да? О, видишь как хорошо Смотрится 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 Смотримся потихонечку Фигурка вырисовывается Пусть что-то где-то не так Но в целом все пошло Туда, куда надо И это хорошо Гудбай Пусть что-то где-то не так Смотрится